В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Смотрите в этом выпуске. Пламя памяти. У Скорбящинского мемориала сегодня 22 июня. В Рио губернатора Павел Молков и представители правительства возложили цветы, а в лесопарке волонтеры устроили огненную инсталляцию. Вдов солдатских нелегкие судьбы. Библиотеки имени Горького вспоминали Великую Отечественную. Беру под личный контроль. Павел Молков озвучил свои методы работы с инвесторами. Начнем с чрезвычайного происшествия. В центре Рязани практически у здания прокуратуры образовался провал. Оказалось, что подрядчик, работавший в этом месте, повредил водопровод. Напором воды вымыло песчаную основу, и асфальт просто обрушился. Движение по улице Горького было приостановлено. На место аварии выдвинулась ремонтная бригада водоканала. Сейчас на данный момент происходит отключение водопровода, чтобы не было воды. И будут производить восстановительно аварийные работы. По адресам прям точно не скажу, потому что водопровод диаметром 400, основной практически. Вот. По времени, ну до конца работ пока не устраним. Спустя ровно 81 год с начала Великой Отечественной войны в ночь на 22 июня рязанцы вспоминают тех, кто защищал свою родину, и тех, кто не вернулся с полей сражений. На Скорбящинском мемориальном комплексе к Вечному огню сегодня ночью возложили свечи и живые цветы. Свеча памяти. Акция для всей страны. По давно сложившейся традиции в День памяти и скорби на Скорбящинском мемориальном комплексе к Вечному огню возлагают цветы и зажигают свечи. В память о тех, кто не вернулся с войны. С фронтов Великой Отечественной. Десятки беремых свечей зажигаются в эти минуты по всему миру. Это свечи памяти. Они загораются в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 294 рязанцы стали героями Советского Союза. 43 стали полными кавалерами Ордена Славы. Награжденными другими орденами и медалями несчастья. Никогда не утихнет боль потерь и никогда не помятна бессмертная слава героев. Вечная слава каждому из тех, кто сражался за Великой Отечественной. Кто давал победу в Крыму. Давал, чтобы мы, чтобы их семья, чтобы их потомки жили в мире без фашизма, свободной и независимой стране. Из свечей на Скорбящинском мемориале выложили надпись «Я помню». Объявлена минута молчания. Ранним утром, а на часах пятый час вспомнить тех, кто защищал нашу Родину, пришли ветераны Великой Отечественной. Активисты молодежных организаций, волонтеры и просто неравнодушные рязанцы. У свечи памяти уже солидная 14-летняя история. И сегодня никому не нужно специально подбирать слова. 22 июня скорбный, траурный день. Мы потеряли своих друзей, товарищей, отцов. Сегодня ветераны Великой Отечественной войны строили. Их мало осталось в нашем городе. 111 человек. Но память о их подвиге останется всегда в наших сердцах. Свеча памяти, впрочем, уже вышла за границы нашей страны. Символический огонь в это время зажигают люди по всему миру. Как знак общей планетарной скорби. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В библиотеке имени Горького сегодня, в День памяти и скорби, провели мероприятие «Вдов солдатских. Нелегкие судьбы». Подобные встречи стали традиционными. Марина Романюк продолжит. Летний день, 22 июня, самый длинный в году и на веки памятный. Он будет всегда возвращать нас в 1941. Встреча в библиотеке собрала солдатских вдов и детей войны. Эти женщины на себе испытали ужасы и страдания страшных военных лет. Они выстояли, выдержали испытания нелегкой судьбы. Одна из пришедших празднует день рождения, 22 июня. В этом году ей исполнился 91 год. Десять лет у меня была война, началась. Отца взяли на войну. Нас четверо было. Двенадцать, десять, четыре и полтора года у нас всех осталось. И два старика. Ну, работали. Жили огородом. Я пришла мне в одну деревню. Я вышла там замуж, приделась сюда в Рязань. У меня сын. Где он? Где внук? Молодым надо побольше, конечно. Я бы пожелала, ну, как выразиться, чтобы они были поскромнее, что ли. Вот в автобус едешь, ни за что не следует. Все сидят и все. Это вот не такие... Вот нет уважения к старшему. Это вот я заметила точно от молодежи. Вот свысока смотрят. Сегодня все делятся своими судьбами. Тамара Федоровна Харланова, председатель областного фонда ветеранов войны и труда, приветствуя подруг, рассказала о своем военном детстве. Отец прошел три войны, умер, когда она была совсем маленькой. Маме пришлось много работать, чтобы вырастить детей. Столкнулись с большими трудностями, которые помогало преодолеть веру в лучшее, поделилась Тамара Федоровна. Замечательно, что проводятся такие встречи. И вот ежегодно в библиотеке имени Горького приглашают вдов на вечер памяти, вдов погибших на полях сражений, вдов ветеранов, которые прошли войну, прошли эти страшные годы. Для нас это особенно ценно, потому что эти люди, свидетели тех страшных событий, они через себя пронесли эти страшные годы. И тот опыт, который они имеют, бесценный опыт, они могут передать сегодняшним поколениям. Потому что молодые поколения наших соотечественников, они уже не имеют этого опыта. Но память о войне священна, и память о войне позволяет избежать новой войны. В канун памятного дня в этом году удалось установить место гибели 26 рязанцев. Свой последний приют они нашли под Псковом. Теперь их имена увековечены на мемориале, установленном в тех местах. А близкие знают, где похоронены их родные. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны отслужили за упокойную литью. Огненные картины войны. Проект с таким названием традиционно проводят накануне Дня памяти и скорби. Во всех городах воинской славы, трудовой доблести и городах-героях. Волонтеры Победы зажигают тысячи свечей, из которых создают наземную живопись. В этот раз Рязань решила воплотить главную ассоциацию, связанную с городом. 22 июня. Одна из самых тяжелых и печальных дат в истории нашей Родины. Огненные картины Победы – акция всероссийская. Раньше ее проводили только в городах-героях. Но в этом году организаторы расширили границы. И вот огненная инсталляция украшает Рязань. В лесопарке добровольцы зажгли более 7 тысяч свечей. Сегодня мы за основу взяли картину, так как Рязань является столицей ВДВ, мы взяли за основу именно десантный шар, лэб, который стоит на московском у нас здесь. И мы перенесли ее сначала фото в фотошоп, затем сделали ее черно-белой, потом мы ее масштабировали. Картина размером будет 10 на 12. И затем студенты Вагнера, художественного колледжа, помогли нам принести ее на асфальт. Художественное пламя сегодня зажглось практически во всех городах страны. Причем каждый регион выбрал свой, аутентичный символ. Его и воплотили на асфальте. В этом году подключились 17 регионов, в число которых также вошел и наш регион. Акция проводится по единому стандарту, по единой технологии. В один и тот же день, это с 21 на 22 июня в ночь, посвящена 22 июня тех, кто пал в первые дни Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы над созданием этой картины трудились несколько часов. Подготовка стартовала задолго до зажжения огненной инсталляции. В 23.30 образ заполохал тысячу свечами в память о погибших в Великой Отечественной. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С инвесторами в Рязанской области я буду работать лично. Мне не нужны победные реляции. По каждому инвестпроекту должны быть четко обозначены все пути решения проблем. Об этом на правительстве заявил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. Потенциально объем возможных вливаний в экономику Рязанской области оценен в 176 миллиардов рублей. Чтобы эти деньги не зависли в воздухе, как считает в Рио губернатора, власти должны выйти на режим наибольшего благоприятствования. «Инвестиции – это наша кровь!» С этой огненной фразы начал разбор полетов по итогам экономического форума Павел Малков на правительстве. Мол, в этаком духе вампиризма и должна работать экономика Рязанской области. Большинство заключенных контрактов в Петербурге – это финансовые вливания в индустриальный парк Рязанский и агропромышленный в Александроневском районе. 176 миллиардов, конечно, не шутки. Вспомните хотя бы 38, обещанных Николаем Любимовым в прошлом году. Впрочем, большая часть нынешних проектов пока только на бумаге. Чтобы у них появились реальные формы и очертания, Павел Малков весь этот функционал решил взять на себя. Как и обещал, с инвесторами буду работать лично. Будем регулярно собираться. Причем мне там вот на этих совещаниях нужны не победные реляции, как у нас хорошо все развивается, а четкое понимание проблем по каждому инвестпроекту. Чтобы инвесторы сами говорили, где что у них не получается, где какие задержки. Нет вопросов, к решению которых мы так или иначе не можем подключиться. От тех условий по подключению к сетям до формирования какой-то федеральной нормативной правой базы, если это необходимо. Мы везде должны оказывать содействие. Главным триггером перехода на ручное управление бизнес-проектами, судя по всему, стал недавно вышедший национальный рейтинг инвестиционного климата. В тройке лидеров Москва, Татарстан и Московская область. Рязанской нет даже в пятом десятке. Да что там, ее просто в рейтинге нет. На мой взгляд, этот рейтинг, он в целом очень хорошо отражает действительность, потому что я уже не раз слышал слова, вот мы тут хотели реализовать что-нибудь хорошее в Рязани, но ушли потом в Мособласть или в Тулу, потому что там оказалось это сделать проще. Да, это как раз те самые регионы, которые в топе рейтинга. Поэтому здесь есть нам на чем серьезно поработаться. И вот я коллег всех из федеральных структур тоже призываю максимально развернуться к инвесторам в своей части. С приставкой ТОП можно говорить сегодня о пятистороннем соглашении ВПК с Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областями. О создании большого инновационного центра технологий, в том числе с решением кадрового вопроса. Увидеть конкретные шаги в этом направлении, по словам Павла Малкова, можно будет в самое ближайшее время. В Рязани стартовал покос травы. Преимущества дают паркам и скверам. Но и про другие территории тоже не забывают. Где сегодня работали специалисты дирекции благоустройства, знает Валерий Седов. Сегодня в Новопавловской роще с самого утра неспокойно. Здесь шумят триммеры сотрудников дирекции благоустройства. Косят траву, вырасти с прошлого покоса она успела. Поэтому даже такую небольшую зону, как Новопавловская роща, очищают от травы в несколько подходов. Работают методично и четко. Траву уже скосили в нескольких парках и скверах. Александровский парк, Вишневый сад, Площадь Победы, Центральные улицы и парк Маргелова. Работают ежедневно. Правда, с оговорками. Это работает в каком режиме. То есть мы окашиваем территорию. Соответственно, рост травы никто не отменял. Она растет. Тем более, погодные условия к этому благоприятствуют. Тепло и влажность, дожди идут. Соответственно, трава вырастает. Ну и как бы по замкнутому циклу мы возвращаемся, как правило, обратно. На территории, которые были ранее окошены. Люди реагируют по-разному, говорят сотрудники. Есть те, кто работников благодарит. Мол, наконец-то избавили парк от зарослей. Гулять стало лучше. Хватает и недовольных, кому однодневный шум триммера мешает наслаждаться природой. Здесь сотрудники Дирекции благоустройства города просят жителей проявить элементарную этику. Уже на следующий день вокруг станет красивее и тише. По поводу скошенной травы волноваться тоже не надо. Заверили нас в Дирекции благоустройства города. Там просто лежать на земле ее не оставят. Только уберут ее не в день покоса, а на следующий день. Поэтому нужно немного подождать. В разгар летнего сезона парки и скверы, естественно, в приоритете. Ежедневно сюда ходят сотни людей. Притом как на прогулку, так и для занятий спортом. Поэтому за красивые виды, без сорняков и отвечают сотрудники ДБГ. Но и про другие зеленые зоны не забывают. Первый очередной мы отрабатываем парки, скверы, для того, чтобы было более комфортно, скажем так, в них отдыхать и гулять с детьми. Во вторую очередь, да, соответственно, мы отрабатываем все перекрестки аварийные. Помимо окуса травы, сотрудники Дирекции благоустройства занимаются в том числе и самим благоустройством. Например, убирают территорию от мусора, оставленного посетителями. Поэтому красота зеленых зон зависит не только от работы администрации, но и от поведения самих жителей. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин